Всем привет! Добро пожаловать на обзор Hyundai Solaris 2011 года выпуска в кузове Hatchback. Данный обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. И сегодня я нахожусь в республике Татарстан, город Набижные Челны, автосалон Transit Service Hyundai. Давайте не будем терять времени, начнем. Стоимость данного автомобиля 614 тысяч рублей. Такие ключи. Также данный автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он открыт. Чтобы закрыть его, нажимаете эту небольшую черную кнопку, и автомобиль будет закрыт. Чтобы открыть его, также нажимаете один раз, и автомобиль будет открыт. При том условии, что ключ будет находиться при вас, то есть в кармане, либо же в сумке. Матерчатая обивка сидений. Система старт-стоп. Нажимаете на тормоз. Легко поворачивать руль. Он имеет механические регулировки по высоте, по вылету он не регулируется. Управление аудиосистемой. Телефон, hands-free, bluetooth. Также голосовое управление. Давайте включим габаритные огни. Противотуманные огни. Аварийную сигнализацию. Со стороны водителя автоматическое стекло. Давайте откроем капот. Отключение трекшн-контроля. Четырехцилиндровый, 1.6, 123 л.с. Все. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 16-дюймовый. Легкосплавные диски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диодные повторители поворотников, встроенные в зеркала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интегрированный стоп-сигнал. Антенна. Также спойлер. Задние датчики парковки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Электростеклоподъемники. Центральный замок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Электро-регулируемые зеркала. Ниша для мелочевок. Подстаканик. Полностью с механическими регулировками. Магическое сидение. Достаточно комфортное. Плотно удерживает тело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данный небольшой дисплей контролируется вот этой кнопкой. Он показывает, сколько осталось до заправки. То есть, литры в баке. Средний расход топлива. Скорость. Часы. Температура окружающей среды. Давайте послушаем звучание двигателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит неплохо. Аудиосистема с сиди. Очень качественная. На шесть станций. Здесь небольшое меню. Которое контролируется этим колесиком. Небольшим. Задняя багаж стекла. Кондиционер. Рециркуляция. Различные зоны. Подороги в сидении. С двумя ступенями. Водительского и пассажирского. Внешних устройств. Для iPod, USB, розетки. Прикручиватель. Автоматическая коробка передачи переключения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приборы легко читаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контейнер для очков. Боковые подушки безопасности. Качество материалов отделки не разочаровывает. Открывание крышки бензопака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Электростеклоподъемники. Также издений можно сложить. Тем самым увеличив пространство багажника. С первого раза при моем росте в 188 сантиметров я разместился, не скажу, что сильно просторно. Приемлемо. И над головой еще есть запас места. А, к сожалению, в Hyundai Solaris Sedan там уже над головой места нет. Я извиняюсь, здесь лежат шины. По крайней мере, можно увидеть вместимость как салона, так и багажного отделения. Эффектно выглядит экстерьер автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полностью с механическими регулировками и пассажирское сиденье. Рослым пассажирам тоже будет достаточно комфортно. Глубокий просторный багачок руководства по эксплуатации. Обзор Hyundai Solaris в кузове хэтчбэк 2011 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Еще раз напомню, цена данного автомобиля 614 тысяч рублей. Всем удачи и до встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok